Добрый день! Сегодня я покажу и расскажу, как определять и измерять сечение различных видов проводов. Как известно, сечение проводника определяет то, какой ток может через себя пропустить провод, не будучи при этом разрушенным. Первым делом, конечно, необходимо сказать, что сечение провода указано на наружной изоляции кабеля. Вот эта надпись. На протяжении всего кабеля такие надписи присутствуют. На кабеле указывается марка кабеля. Вот она. Количество жил. Жила это каждый отдельный провод кабеля. Здесь указано, что жил три. Вот первая жила, вторая жила и третья жила. Указано сечение жил. Вот 1,5 миллиметра квадратных. Это сечение одной жилы. Первым рассмотрим моножильный провод. Провод в разрезе имеет круглую форму, поэтому сечение провода это площадь круга, измеряемая в миллиметрах квадратных и обозначаемая латинской буквой С. Для измерения сечения моножильного провода необходимо зачистить провод от изоляции и при помощи штангенциркуля измерить диаметр тока ведущей жилы с точностью до десятых долей миллиметра. У меня получилось 1,4 миллиметра. Вычисляем площадь сечения или, как говорят просто, сечение по формуле, которую вы видите. Где С это площадь круга, площадь сечения, которую мы ищем. Пи это 3,14. А Д это диаметр оголенной части нашего провода, который мы только что померили. Подставляем Д 1,4 миллиметра. Получаем результат. Этот результат округляем до одного знака после запятой. В результате получили, что сечение нашего провода это 1,5 миллиметра квадратных. Если у вас нет штангенциркуля, то измерить сечение моножильного провода можно таким образом. Нужно очистить от изоляции кусок провода и намотать его плотно на карандаш 10 витков. Один виток к одному, без промежутков. Вот я намотал 10 витков. Теперь измеряю линейкой. Толщину этих 10 витков у меня получилось 14 миллиметров. Значит диаметр одного проводника это 14 миллиметров разделить на 10. 1,4 миллиметра. Теперь диаметр одного провода подставляем в формулу для расчета сечения, так как мы это делали в предыдущем примере. В следующем мы рассмотрим многожильный провод. Чтобы правильно измерить такой провод необходимо четко понимать очень важный момент, что сечение такого провода это сечение одного из волосков в этом проводе, умноженное на количество волосков, а совершенно не сечение всего этого жгута. Вот это вот абсолютно неправильно. Таким образом мы должны посчитать сколько волосков присутствуют в этом проводнике и измерить один волосок, посчитать его площадь сечения и умножить на количество волосков. В данном проводе количество волосков 31 штука. Измерить диаметр такой тонкой жилы можно при помощи микрометра, но если у вас такого инструмента нет, то применим ту же хитрость, что и в примере с моножильным проводом. Только измерять 10 витков мы будем не линейкой, а штангенциркулем. Итак, берем одну жилу волосок, наматываем ее на наш карандаш 10 витков. Так, 10 витков есть. Теперь их сжимаем плотненько, чтобы был виток к витку. Вот, получили плотно сжатые витки и измеряем их штангенциркулем. У меня получилось значение 2,5 миллиметра. Запомним его и посчитаем по формуле. Формула уже нам знакома. Маленькая s – это сечение жилы волоска. d – это диаметр жилы волоска. Мы определили, что 10 витков – это 2,5 миллиметра. Следовательно, диаметр одного волоска – это 0,25 миллиметра. π – это 3,14. Подставляем все это в формулу. Получаем. И это и есть сечение одного волоска. У нас волосков в проводе 31. Значит, сечение провода, состоящего из 31 волоска, равно округляем это значение. Итого, сечение многожильного провода получилось 1,5 миллиметра квадратных. Если штангенциркуля у вас нет, то можно измерить и линейкой. Но необходимо такие тонкие жилы наматывать не в 10 витков, а в большем количестве. Например, витков 50 или 100, чтобы получить необходимую точность измерения. Итак, мы рассмотрели, как узнать сечение провода по маркировке кабеля. Мы узнали, как измерить сечение моножильного провода двумя способами. И мы разобрались в том, как измерить сечение многожильного провода. Надеюсь, вам было понятно и интересно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и присылайте в комментариях интересующие вас темы. Спасибо. Пока.